Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Комсомольской правды Стас Шуринс. Рады приветствовать, Стас! Здравствуйте! Я сразу могу начать. Вы видите, я заплелся от радости. Новость хорошая. Со следующей недели на Люкс Фэн мой новый сингл «Ты Моё». Заказывайте. То есть вы свидетели, если вдруг не будет песни, можете звонить и жопаться. Не мне, на Люкс Фэн. Здорово, здорово. Вопрос дня традиционной комсомолки. Первый звонок, 1 сентября, в будущем, так сказать. Помните свой первый звонок, первую учительницу, где, как это происходило? Да, помню. Это было в Риге, 44-я средняя школа. Учительницу моего первого звали Татьяна Анатольевна. Линейка. Все очень замечательно. Четыре человека, которые должны от класса представить какую-то шоу-программу. В данном случае это было стихотворение. Что-то там четыре строчки я прочел. Это было очень страшно, очень волнительно. Вот. И мне казалось, что меня за что-то наказывают. Когда я ходил в детский сад, помню однажды по дороге я бабушка и говорю, бабушка, можно я больше не буду ходить в детский сад? Я буду сидеть дома и хорошо себя вести. Только не наказывай меня, пожалуйста. Ну, то есть, я воспринимал детский сад как наказание школы. Для меня это было уже высшая степень наказания. А когда я узнал, что это целых 12 лет, то это так звучало. Не знаю, пожизненное заключение. Вот. Но все было не так страшно. На первом уроке я сразу сел вот так, что на перемене. На какую парту посадили? О, нет. На вторую, по-моему. На вторую? Там вот сейчас три ряда, вот возле окна, которые посадили на вторую парту. Но я был такой мальчик хитрый и говорил, что у меня глаза болят, мне нужно посередине сидеть. Ну, нас периодически меняли, чтобы, ну, ну, что ты сидишь, допустим, там, слева, да, и смотришь на доску, ты как-то косишься вправо, да? Поэтому меняли местами. Я как-то так умудрялся всегда сидеть посередине. Такой хипейский мальчик. Не пересаживали, в общем-то, да? Ну, и когда хотели пересадить, я начинал сразу как-то. А может, не надо? А глаза большие уже тогда были, знаете, вот это. Ну, ладно. А что-то дарили вам на 1 сентября? Вот я помню, мы ходили в школу на букварь, дарили там каких-то голубей. Голубей? Вырезанный такой голубь мира. А, нет, я думаю, голубей живые. Голубей. Что-то дарили? Ну, да, какие-то книги дарили, наверное. Какие-то учебники, что ли. Я уже как-то не вспомнил. Ну, хорошо. Спасибо за ответ. Вопросы от читателей, от ваших поклонников. Линара пишет. Стас, спасибо тебе за клип на песню «Ты мою». Расскажи, пожалуйста, вообще в целом о клипе, чья была идея, возможно, какие-то курьезные моменты были, где проходили съемки. Потому что было очень много вопросов именно по видео. Да, идея клипа... В общем, режиссером клипа была Ксения Крутоголова, как, в общем-то, и всех моих работ, кроме простей. Да, 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 совершенно верно. Мне подсказывали. Почему именно такая идея? Ну, не хотелось что-то очень сильно банального, да, но при этом присутствовала такая некоторая видимость love story, да. Но по идее, я не знаю, поняли вы или нет, вот в кадре есть парень и девушка, да. А на самом деле этот парень шизофреник, и этой девушки не существует. Он, как бы, это его мечта, да. Как вот его иллюзия, фантазия, его идеальная вот эта девушка, его мечта, скажем так. Но, знаете, это как наша версия, да. Если посмотреть клип, то можно по-разному представить, что вот у них все было хорошо, а тут что-то случилось, она исчезла. А он ее все равно любит и страдает. А я был таким, не знаю, своеобразным воплощением, я даже не знаю, чего, как ангела-хранителя, что ли, да. Вот этот песчаный дом, дом из песка, я, как бы, не знаю, оберегаю вот что-то такое, строю этот дом, и он рушится, и вот даже не получилось чего-то уберечь этот дом. И в итоге, мне надоело его разрушить. Ну, может так, а может и нет. Не знаю, на любом случае, мне кажется, работа получилась красивой, интересной. Вот. Мне нравится. Курьезы какие-то были? Курьезы были два, как минимум, я о них рассказывал буквально вчера. Да. Значит, у нас в съемках принимали участие собаки. В количестве двух штук. Велые такие, лабрадор, по-моему, они называются. Их подготовили к съемкам, причесали, вымыли, вычистили. Здесь и рвали очень долго. Вот. И на территории вот этого дома, где происходила съемка, постельная сцена, можно так сказать, в общем, на территории находился такой небольшой водоемчик, как микробассейн. Ну, не знаю, метр, наверное, в длину и ширину сантиметров сорок. Ну, собаке стало жарко, она туда залезла купаться, а его не чистили давно. В общем, она вся в грязи, как в зеленой тени, вылезла, скресла в себя это все. А нужно собаку запускать на кровать, а там белое постельное белье. И ждали, пока она высохнет, ее чистили, причесывали, мыли. Интересное, конечно, было. А она еще не успокаивалась. Она раз в 15, наверное, туда залезла, выбежала. Она не жил для этого. Да, повалялась в грязи, довольная, счастливая, носится. Еще такая смешная история произошла непосредственно со мной. Время съемок на озере Тиро-речке было всего три средства передвижения. Две лодки и катамаран. Я, как человек, который решил все контролировать и за всем наблюдать, сидел на этом катамаране, крутил педаль и как-то наблюдал за процессом. Как будто бы я решусь. И когда доплыли до конца этого озера, где-то километра три, наверное, на обратном пути, а, вернее, оператор пересел ко мне в катамаран, мы начали вместе усиленно крутить педаль, и у нас порвалась цель. Да, в итоге человек на лодке, который до этого велосоператора, привязал наш катамаран к своей лодке, и мы уже таким вот буксиром, как баржа, знаете, катались по этому озеру. Понравилось, наверное, даже больше, нежели когда я сам сидел вот это вот педальными работал. А так, просто расслабился, это как-то прекрасно. Работать не надо, я уже отснялся, а вот ребята работают хорошо, а я отдыхаю. Да, потом я как-то ее так прикрепил, думал, может не говорить про Кайчуку о том, что сломал я их машину. Вот, ну вот так я потом сказал, он сказал бы, да, да, хорошо. Просто там был один единственный рабочий катамаран, было бы, наверное, наглостью, и смысл, но с моей стороны не признаться в том, что произошло. А вот в Киеве, кстати, где снимали? Где-то под Киевом? В Киеве, да. Да, я там смотрела, дома-то воздвиженка вроде бы, да? Улицы пока отобрали. Да, наверное. Похоже очень. Ну, это единственная часть города, да, которая как-то напоминает чем-то европейскую, страну, европейский город. Ригу, в частности. Или Амстердам, например. Ну, то есть там красиво. А пляж? А пляж, это не совсем пляж, это песчаный карьер. Вот, ну, такое ощущение, что прям какая-то пустыня. Ну, так интересно. Не ожидал, что в Киеве такое место. А замок Томс, ты просили что-то? Лично? Конечно, я. Я скульптор из песка, со своими руками. Видели, да в кадре черные пальцы оживут. Угу. Ну, конечно, нет. Это все шутки. Может показаться, что это был я. Но я не такой молодец. Был человек, художник, как его называют, художник-постановщик. Регвизитор, наверное, да? Как-то так правильно. Ну, художник, в общем. Человек-скульптор. Из мокрого песка он построил этот дом. Я не ожидал, что он настолько прочный. Очень обидно, там один кадр не удалось заснять, когда обвалился фасад дома. Ну, то есть я начал его рушить. И это был пробный такой дубль. И не включили запись. И самая красивая часть фасада обвалилась вне кадра. И у меня, знаете, все пропало. Ну, все расстроились, конечно. Оператор схватился за голову. Такой же, господи, Стас, как так можно? Все, я еще больше своей вины испытал, почувствовал. Но в итоге все равно у нас было достаточно количество кадров, чтобы сделать это красиво. Дом был твердый, руки болели. Твердый, а не очень-то... Нет, простой песок и вода. Ну, да, вот. Просто такая консистенция получилась очень прочно. А мне нужно было этот песок разбросать в разные стороны. Такое ощущение было, как после, не знаю, фитнес-зала. Да. То есть потом крепатурило меня очень серьезно. Но было интересно. Я никогда еще не, скажем так, не... Не был в таком ампуа, да, в таком образе. Немножко сумасшедшего человека. Вот такая вот истерика, которая в песке происходила. То есть песок был везде. В глазах, в ушах. Головой по земле. Вот это вот все растаскивало, скажем так, в дом. Это было интересно. Далее пишет нам Катрин. Привет, Стас. Вчера прошла премьера твоего нового видео на песне «Ты мое». Сложно было не обратить внимание на новую татуировку. Что она начать символизирует? Расскажи, пожалуйста. Было тоже несколько вопросов. Я еще и такую большую сделал. Неожиданный ответ. Ну, знаете, татуировка символизирует крест. Вот такой вот крест простой. Почему именно крест все-таки? А не змея какая-то, солнце или что-нибудь еще? Это по псаллу. А крест нормально, на самом деле. Нет, на это, наверное, внутреннее ощущение. Мне до этого там подруга татуировка. И, ну, поскольку человек православный, и с Богом у меня свои отношения, я решил, что все-таки защита в виде креста мне пригодится гораздо больше, чем то, что было до этого. Ну, не знаю. Как бы такое место, на котором нечасто обращаешь внимание на татуировку, да, в принципе. Но, тем не менее, то, что было до этого, мне очень надоело. Ну, стало раздражать как-то, не знаю. Хотя мне казалось, что этого не будет, не произойдет. Но произошло. Ну, наверное, не просто так. А если вдруг надоест крест? Не, крест это... Крест это классика. Знаете, классика редко не доедает. Это как, не знаю, гостиная в пастельных тонах, которая всегда, в принципе, будет успокаивать и себя будет что-то будет не чувствовать. Вот. Хорошее сравнение, конечно. Крест и гостина. Утро, простите, мозг еще выдает какие-то... Долго заживала татуировка? Более-то большая. Да, ее дважды забивали. Заживала она так, хорошо забивала. Ну, ничего, она стоит того. Мне прям вот такое ощущение, что я с ней родился. Вот прям мои. Елена пишет нам далее. Стас, вы недавно были у себя на родине. Скажите, что изменилось там с момента вашего отсутствия? Возможно, что-то вас обрадовало, либо огорчило, и еще знакомо ли от лица с вашим творчеством? Что меня порадовало? Дороги. Очень много ремонтных работ. Дороги ремонтируются. В частности, мы с отцом поехали за бабушкой в Резекне. Это город с 300 километров от лиги. И ехали по абсолютно пустой, новой трассе. Прям практически автобан. Вот, ну, представляете, ни встречного движения, ни каких-то рядом машин. Я был за рулем, соответственно, доехал до самого города, до центра, прям до дома. Вышел из машины, такой гордый, довольный собой, что я прям целых 300 километров сам за рулем. Ну, папа, конечно, нервничал по дороге. Куда ты едешь? Обгоняй вас, ты! Ну, ладно. Ну, как умею, так и ехал. Вот. Ну, помимо этого, конечно, в принципе, сам город вызывает какие-то теплые эмоции. Ну, вот, какие-то воспоминания нахлынули. Ну, когда, например, я гулял по Старой Риге, ну, вот, увидел свой университет, подумал, как же здорово, что я его не закончил. Нет, наверное, не очень хорошо, что я его не закончил, но просто я представляю свою жизнь, если бы я связал свою жизнь, простите, с тавтологией, вот, с этой профессией, которую я там выбрал. Сколько ти еще? С какой профессии? Ну, курс назывался администрирование таможни и налогов. Я до сих пор с трудом это выговариваю. Вот. Ну, поскольку математика из меня очень и очень, не очень считается, то я представляю, каким бы я был налоговым инспектором или там, не знаю, не дай бог, меня бы до законов допустили, я бы не знаю, что бы было со стороны. То есть, я так понимаю, поездка домой, это было с целью увидеть родных, близких проведать, да? Или что-то, может быть, там еще по работе? Да, это был отдых. Нет, концертов пока в Риге нет, ну, по работе было там одно интервью, два встречи, достаточно такая уютная, с фан-клубом ладвийским. Вот. И так неплохо мы пообщались. Правда, потом, когда вышла статья, там я обнаружил несколько таких интересных ошибок и фактов, которых я не знаю, в каком состоянии я мог сказать, потому что имена перепутали были, ну, как-то так. Странно. Оказывается, я перебивал песни какого-то, господи, как же, Анатолия Весницкого. Ну, такого человека просто не существует, это был Анатолий Хвалицкий, вернее, его отец Владимир. Ну, то есть, не суть важна. Ну, интересно было перечитывать, как ни о себе. Вот. Но в целом, все равно, как бы, встреча прошла хорошо. А насчет творчества. Знакомы ли вы, Латвийцы, с твоим творчеством? Я так понимаю, фан-клуб есть, но по радио хоть твои песни, скажем? По радио? Нет, это такая странная проблема, с которой я столкнулся. Родина как-то не хочет поддерживать меня в моих начинаниях. И, как бы, они не считают это каким-то выдающимся событием, каким-то успешным чем-то. И, как бы, поддерживать отечественного производителя, они не дародутся. Странно, учитывая количество, ну, как бы, само население Латвии, да, и, что, в принципе, есть таких известных, оттуда только брейнсторм, почему бы и мне не помочь? Ну, видимо, пока не заслужил, есть на чем работать. Может, чуть позже, когда, не знаю, сделаю что-то такое мега крутое, они скажут, да, это же наш чувак. Я скажу, а вот и нет. Поздно спохватились. Поздно, поздно. Нет, ну, мне кажется, я не буду таким бредом. Хотя, может быть. Вот, а есть, по-моему, несколько каналов музыкальных, на которых есть мои клипы. Я не знаю, насколько это, как это можно назвать, там, страна знает моё творчество. Вот как-то вот такую фразу это назвать, наверное, нельзя. Но человек пять, которые были на фан-встрече, видимо, знают. Уже время. Инкогнито пишет нам далее. Выкупил ли ты права на песню Берега? Ну, конечно. Как ты это сделал? Ведь Лепс не любит раздаривать свои песни. А дело в том, что права принадлежат не Лепсу. А кому? А во вторую это песню. Не скажу, кому, а то вы тоже возьмёте и выкупите еще. Ну, я в первую очередь об этом задумывался, как бы выкупить права не необходимо, потому что, ну, а как иначе? Как-то я так... Я не люблю просто, да, когда какие-то вопросы такие юридические, или, ну, как-то так называлось, не да? Незакрытый, и есть какой-то риск получить иск. Риск получить иск. Я сейчас начну рэпчик зачитывать. Вот. И поэтому мы сначала выбрали права, и я в этой песне исполняю на концертах, и это, кстати, очень даже всем нравится. Ну, не в первую очередь. Вот. И публика хорошо реагирует, и ты слышишь что-то знакомое, потому что большая часть программы, она обновлена, и зачастую люди стоят, больше думают, и вслушиваются в слова, чем получают удовольствие. А от берегов такая вот прям разрядка. Хорошая. Ну, и плюс и зарядка, и разрядка, я не знаю. Зарядка, наверное, больше, чем разрядка. Ещё вопрос по поводу этой песни. Когда она выйдет на суд публики, и будет ли на неё клип? На берега? Да нет. На самом деле всё очень просто. Я готовил эту песню для дуэта с Лепсом в рамках битвы фабрик украины и России, но, к сожалению, у Гриши, у Григория, Лепса, простите, так, примерно, у Григория был тур, или концерт, как бы это ни было, но у неё не получилось. Вот, поэтому я выступал с Евой Польной, и чему, наверное, даже рад, гораздо больше, чем расстроился. Ну, это было очень здорово просто. Вот, но песня, тем не менее, была сделана, она была записана, мы сделали новую аранжировку, я очень старался её хорошо спеть, вот, и так вот, знаете, запала она в душу, что прям захотелось исполнить её на концерт. Очень много времени мне посвятить этому вопросу. Как если запала в душу, может, стоит действительно видео сделать? Таня, нет, я думаю, не стоит. Не стоит? Это будет, ну, это, у меня, допустим, в программе также есть песня, «Габкейг Ме» будет там, да, где они краются и Митя Джаггера. Ну, быть таким, мне кажется, и так же достаточно много каверов в моем пепертуаре. Вот, если ещё на них снимать клипы, может быть, когда-нибудь это произойдёт, например, ну, наверное, если произойдёт, то только на песню я вернусь, Игоря Талькова, потому что это, ну, это, скажем так, слишком особенная песня, чтобы обойти её стороной. Поэтому, наверное, со временем, может, чуть позже, можно было бы даже это видео начать. Я так понимаю, с Лепсом не получилось пообщаться даже, да, вы как-то не пересекались, как бы завершили? Ну, тогда нет, мы пересекались на третьей фабрике или ещё, но он был в своих мыслях, готовился к поступлению, общался с Константином, вот, как-то так, привет-привет, пока-пока, вот, как-то так. Ну, понятное дело, помимо меня там было ещё 30 тысяч человек, которые бегали вот по этим коридорам, по лестнице, и все у меня сбили, вот это жилет. Вот, поэтому вряд ли он как-то обратил внимание, потому что вот эта шутность подошёл и сказал ему, привет. Игорь пишет нам далее, как относишься к нелегальному распространению музыки в интернете, с какими интернет-сайтами сотрудничаешь? С точки зрения заработка, очень плохо. Вы воруете мои деньги, сволочи. Но дело в том, что мы живём в такой стране и в таких странах, верно, СНГ. Ну, в СНГ-то распространено очень, вот это пиратство. Дело в том, что это один из способов популяризировать свой продукт, и чем больше человек скачает твою песню, на зайцев нет, или ВКонтакте добавит на свою страницу, и распространит её по своему знакомому, тем больше вероятность того, что о тебе узнают. У нас редко кто заходит на iTunes, туда и скачивает песню, заплатив за это, там, 15 центов. Вот это как-то дорого, и это сложно, что за данные карточки вводить, а вдруг карточки нет, но родители просить, им объяснить зачем. А так зашёл, вот в интернет скачался, бесплатно, и всё, не слушают. Вот. Поэтому так двойственно, я к этому отношусь. С одной стороны, это не очень хорошо, наверное, а в другой. Мне кажется, у нас в стране это уже не искоренить, хотя вроде как, понятное дело, что артистам нужно зарабатывать. Зачем? Такая ментальность у людей сложилась, как это за что-то платить в интернете. Ну, да, как говорила моя ученица по экономике, все вы дети славянских браков. Как бы списать, как бы где-то что-то украсть. Ну, да, ну, наверное, она была права, я с ней буду не согласен, хотя списывала наглую со всех, с его полгода. Да, была права, с его полгода. Ксюша Оленик пишет нам далее, не задумывался ли ты найти себе продюсера, и были ли предложения, ведь так всё-таки легче вести дела, быть более популярным, так сказать, может быть. Ну, как хорошо человек следит за моим творчеством, я смотрю, если бы следил, это что? Это одно, просто продюсером не есть, зовут ее Ксения Протогола, это мой музыкальный продюсер, в принципе. Основная творческая составляющая, наш локомотив, который, в общем-то, и тащит всё на себе, по большому счёту. И, знаете, от продюсера многое зависит, конечно, дело в том, что наверняка было бы гораздо проще, если бы я пел песни, типа «Fine at Wi-Fi» или «О боже, какой мужчина!» Ну, тогда мне нужно сменить пол и назвать себя Натали. Но я не собираюсь этого делать в ближайшем, в ближайшем. Вот, а с той музыкой, которая есть сейчас, опять-таки, учитывая менталитет, и учитывая то, что «О боже, вы мужчина!» из каждого второго утюга, понятное дело, гораздо меньшее количество человека подпочитает внимание на музыку, которую делаю я. При том, что странно, потому что это не самое интеллектуальное, что можно найти в мире, и не самое такое, что там, не знаю, может взорвать мозг. Хотя, наверное, может, мне этого хотелось, но вопрос в другом, что хорошая музыка, почему нет? Вот, но дело в том, что радиоформат, да, и все остальное, она предполагает несколько иной материал, который я не могу предоставить ввиду своих внутренних каких-то мировоззрений и ощущений, вот. Поэтому у продюсеров моего очень тяжелая задача музыку довести и придумывать различные ходы и способы это сделать. Поэтому тут не наговаривайте, пожалуйста. Ну, я так понимаю, продолжаешь двигаться в том же выбранном направлении, да, в плане стиля музыки и исполнения? Да, думаю, вот оперу скоро начать пить. Да, конечно, только в этом, я не знаю, какое-то конкретное направление, какое-то мое направление, которое мне нравится, наше направление, потому что это такой общий продукт, по сути. Знаете, просто аранжировщик не способен сделать, спродюсировать трек, он может сделать аранжировку, учитывая там тенденции, скажем, на рынке, а что касается там продюсера, того же, музыкального продюсера, человек должен это видеть изначально, от этого человека очень многое зависит, чтобы, понимаете, если бы та же песня iPod была в другой аранжировке, она бы не имела той глубины, которую она имеет сейчас, потому что она в совокупности, ну, она полноценная, есть и аранжировка, которая грамотно спродюсирована, да, в которой каждый звук, он продуман просто до миллиота, до секунды, до каких-то атомов даже, просто разобранная эта песня, вот, где все поддерживают друг друга, слова, поддерживают музыку, музыка, слова, и она вот так вот нагнетает какую-то атмосферу, и получается просто какое-то произведение искусственного зря, я сейчас, больше, даже не себя хвалю, вот, песня получилась, на самом деле, хорошая, очень даже, ну, как и все песни, которые я делаю сейчас, вот, по сути, с Ксенией, это счастье. Каких-то изменений в образе не намечается, вот, помимо татуировки большого? Думаю, нарастить волосы, белый волос. Ну, борода до пояса. Борода до пояса, даже белый цвет покрашу. Да, да нет, наверное, нет. Пока все так, рассудит. Тогда зачем? Главное, что вот, мало растительности на голове, вот, и все остальное не устранит. Николая, спрашивая далее, Стас, интересно, ваше мнение, говорят, что художнику для творчества нужно быть голодным и несчастным. Согласны ли вы с этим утверждением? Отчасти да. Наверное, да. Да. В каком состоянии лучше тебе твориться? В голодном или в сытом? В сытом состоянии вообще ничего не творится. В сытом состоянии творится сон и лень. А в голодном состоянии творится все остальное, творчество. Творится творчество. Да. И что касается несчастного состояния, это тоже, наверное, правда все-таки. Вот, я просто задумывался над тем, почему я полгода не могу закончить этот замечательный второй льбом. Потому что я счастлив. Мне не нужно жаловаться. То есть, все, что я хотел написать, в принципе, я написал. ты мое вот это вот такое подведение итогов каких-то моих стараний за последнее время. То есть, у меня все отлично, у меня есть любимый человек, у меня есть музыка. Была музыка, даже не знаю. Я надеюсь, что это просто какой-то период, когда я накапливаю какие-то новые эмоции. Эмоций много, опять-таки, разных. но я уже так сильно не... Ну, какие-то разочарования, я так близко к сердцу не воспринимаю, потому что, в принципе, у меня все отлично. Вот. И... Да, это мешает немножко творчеству, но я думаю, я справлюсь с этой проблемой. Любимый человек появился, да, вроде как? Жена. Жена. А, боже, ну что-то я упустила в биографии Стаса Шуринса. Вот, что он за мной говорил. Вот, на этой теме, которая... ну, жена и жена, и все, хватит. Хватит информации. Оля, вот только что написала, есть ли у тебя машина? Да. Какая? КамАЗ. Оранжевый? Да, я на КамАЗе приехал. А, цементомешалка еще есть? Нету мне машины, откуда? Я бедный студент. Практически. Есть водитель. С машиной? Ну, соответственно. С самокатом. А я не самокативаюсь. Это плохо. В общем-то. Катерина, приветствовь, какие якости характера ты хотел бы собе изменить? Вот у меня всегда сложности, и не до конца, например, черта характера, lasting translation, как говорится. ну, возможно, лень, лень, это черта характера, или, ну, скорее всего, да, как вредная привычка, или что-то, по-другому, какой-то, недостаток, скажем так, да, недостаток, либо недостатки, так преобразирование будет легче. Лень, да, я бы хотел искоренить из себя, хотя жена говорит, например, что я не ленивый человек, а мне кажется, ленивый, можно было бы гораздо больше делать, чем я делаю, но я не жалую, мне хорошо, и лениться приятно. Ну, о чем это я? Лень, значит, лень, и лень. То есть, если попадаешь в мучка отдохнуть, то ты заваляешься на диван? Ну, все-таки ты начинаешь коллективить? Иногда я там, не знаю, мочу тряпку и мою пол, чтобы хоть как-то себя растромышить, потому что если я сяду или прилягу, то это будет до ночи, а ночью я проснусь, и до утра не буду спать, а то там с утра опять проснусь под эту конференцию, на комсомольскую правду буду не выспавшуюся, я не злой. Вот такая вот история. Ну, как-то пытаюсь с этим бороться, с этим нужно бороться. Высплюсь, где-нибудь в другом месте, потом, лет как через. Стоп. А жена, она как, более активная или тоже вот такая? Разная. Жена мне любимая. Ясно.